В этом году прошла 20-я международная выставка «Золотая осень». Нижегородская государственная академия была многочисленной делегацией, представлено более 70 человек, это и студенты, преподаватели, профессора. Мы приняли участие в студенческом молодежном форуме, форуме сельской молодежи. Ребята посетили «Крокус-экспо», где была выставлена вся техника, которая производится за последние годы на территории Российской Федерации, и зарубежная современная техника. Был фестиваль «Мегаферм», где также приняли участие наши студенты. Мы очень активно поработали на круглых столах, конференциях, приняли участие в агробизнес-форуме. Который прошел на высоком международном уровне с участием министров сельского хозяйства зарубежных стран, где были определены моменты сотрудничества между иностранными партнерами в сфере поставки техники, технологий, обмена опытом, в том числе и между аграрными вузами. Сегодня в рамках реализации целевой программы развития села нужны подпрограммы, которые должна была бы давно уже разработать Нижегородская область, поскольку мы только можем обеспечить научное сопровождение ряда проектов. А подпрограммы и заявки, они должны быть обеспечены по линии Минсельхоза Нижегородской области. И поскольку эти подпрограммы будут основным пунктом финансирования из регионального бюджета, если они будут защищены и утверждены, то сегодня мы очень будем активно участвовать в разработке этих подпрограмм. Это и племенное животноводство, это и корма, селекция семеноводства, и Академия здесь имеет большой опыт разработки части нормативной документации. Мы готовы сегодня работать вместе с Министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, с правительством Нижегородской области по этим направлениям. Мы очень рады подготовить ряд предложений в реализацию стратегии развития Нижегородской области, которая была разработана под руководством губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина. Потому что сегодня стратегия нуждается в совершенствовании, У нее должна быть программа по ее реализации, механизмы реализации. И вот эти все правовые рычаги, в том числе и технологические аспекты решения ряда проблем по агропромышленному комплексу, мы готовы сегодня оказать очень активное содействие. Мы видели на примере Липецкой области, Ростовской области, как развиваются сельские территории, как возрождаются деревни из небытия, как создаются новые производства, развивается потребка операции. Нам это тоже нужно делать в Нижегородской области, обязательно совместно и с Министерством сельского хозяйства, с Министерством экономики и другими ведомствами, заинтересованными в развитии сельских территорий. У нас есть кафедра развития сельских территорий, она как раз нацелена выполнять те задачи, которые поставлены правительством Российской Федерации, именно обеспечить федеральный закон по развитию сельского хозяйства в части обеспечения развития сельских территорий. И в этом плане у нас есть понимание, есть видение, и опять-таки на золотой осени мы сверили свои часы, что мы действительно правильно работаем, и то, что вовремя создали эту кафедру, вовремя определили приоритеты, и то, что мы уже готовы работать с нормативной базой, потому что ряд нормативных документов мы, собственно, разработали и внесли в наше Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Поэтому итоги золотой осени в этом году замечательные.